Новый виток в развитии малого предпринимательства. В поселке Скателе открылся первый в Ненецком автономном округе хостел. Что скрывает за собой необычное название и насколько мини-отель будет привлекателен для посетителей, смотрите в следующем сюжете. Отведать деликатесные оленинки, насладиться белыми ночами и познакомиться с традиционной культурой народов Севера теперь может даже самый бюджетный турист. В Наринмаре открылся первый хостел. Какие условия предлагает отель эконом-класса, узнаем у его владельца. Артем, здравствуйте. Ну, показывайте ваше владение. Пожалуйста. Номер трехместный. Имеется все в наличии. Три кровати, комплекты постельного белья, два полотенца на каждого человека, холодильник, телевизор, шкаф, стол, ночник, чайник. Так, соответственно, все условия для комфортной жизни. А покажите нам, пожалуйста, где можно покушать. Так, пойдемте, пройдем на кухню. Кухня на шесть человек. Соответственно, есть холодильник. Здесь у нас будет сейчас плита, вытяжка, чайник. То есть люди могут сами прийти, приготовить всю еду, тут же поесть. Сейчас прорабатываем сервис по доставке питания еще в номер. То есть, чтобы человек мог заказать, ему завтра к восьми утра, допустим, номер доставили, когда необходимо. Тут у нас туалеты. Два туалета на восемь комнат. Всего у нас шестнадцать мест, человекомест. Два трехместных номера, четыре двухместных и два одноместных. Стоимость проживания у нас единая, составляет тысяча сто рублей на человека. То есть, вне зависимости, одноместный, двухместный, либо трехместный номер. Так, пойдемте, покажу душевые. У нас две душевые, есть стиральная машина, то есть посетители могут обратиться к дежурному и она постирает им одежду. Поставили более, чтобы не зависеть от горячей воды, от водоснабжения у нас своя скважина. В дальнейшем будем делать газовое отопление, чтобы, когда необходимо, было всегда тепло. По своим параметрам, мини-отель ничуть не уступает трехзвездочной гостинице. Единственное отличие – это удобство, которое находится не в номере. За чистотой и порядком в номерах следят пять человек – администратор, две горничные и два дежурных. Для заселения необходимо только паспорт и деньги. Сделали мы сайт, но пока это временная разработка, вообще основной сайт он разрабатывается, сайт agatnow.ru. Я думаю, в течение двух недель появится полноценный рабочий сайт. Так, есть номер телефона и будем продвигать на рынке по всей России, также разместимся на букинге. В финансовом плане помощь из бюджета Артем Бородчук не получал, зато значимую поддержку фонд поддержки предпринимательства оказал в виде ускоренного подключения необходимых коммуникаций. Данный проект мы считаем экономически выгоден для округа и для предпринимателя, и для туризма в целом, потому что цена и качество в данном хостеле соответствуют друг другу. Первые постояльцы уже опробовали мягкость матрасов и уют комнат. В планах организация доставки питания, строительство беседки и парковки.